На совещании у губернатора края обсудили ход строительства промпарка «Большой камень». На площади более 170 гектаров резиденты разместят свои производства. Сейчас ведется первый этап строительства соответствующей инфраструктуры. По словам руководителя управляющей компании, на сегодня резидентами промпарка являются три компании. Это ООО «Технониколь Приморья», строительство завода строительных материалов. Выпускаемая продукция – полимерно-битумные рулоны, кровельные материалы, жидкие водные и полимерные мастики, битумные и полимерные праймеры и герметики, теплоизоляционные материалы из экстрадированного пенополистирола. Объем инвестиций составляет порядка 4 миллиарда 100 миллионов рублей. Второй наш резидент – это специализированный застройщик Трест-Восточилстрой. Это строительство домостроительного кабинета. Продукция, выпускаемая резидентом – это железобетонные изделия, нефтоклавный бетон, товарный бетон. Объем инвестиций – порядка 270 миллионов рублей. ООО «Трансгазлогистика» – это наш третий резидент. В целом, этот резидент будет обеспечивать потребности действующих резидентов в логистике и грузоперевозках. По словам Олега Кожемяка, необходимо активно привлекать компании, которые могли бы стать резидентами промышленного парка. Промышленных производств, интенсивности и набора потенциальных инвесторов, которые можно было рассматривать на конкурсной основе, с наилучшими предложениями, по тем видам продукции, которые востребованы не только в Приморском крае, но и на Дальнем Востоке и нашими предприятиями. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы было для судостроения. Как доложил руководитель корпорации развития Приморского края Рашид Ибрагимов, в настоящее время готовность объекта приближается к 20%. Так, на административно-складском комплексе идет прокладка сетей водопровода и канализации. Эти работы завершат до конца ноября. Параллельно возводится энергоинфраструктура. Она выполнена на 80%. Прокладывается газопровод, начинается строительство дороги. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом.